Доброе утро! Информационная программа «Наши новости» начинает свою работу в эфире. В студии Кирилл Политов и Евгения Даровская. Здравствуйте! Банкротом теперь может быть признан любой должник, а не только компания. Сегодня в крае, как и во всей стране, вступает в силу закона банкротства физических лиц. Такой статус могут получить все, кто не в состоянии расплатиться с кредиторами. Арбитражный суд в этом случае предложит заемщику выплачивать сумму в течение нескольких лет. Но если у должника нет даже такой возможности, суд признает его банкротом и опишет имущество. Это не значит, что человек лишится последнего. Погасить долг можно за счет предметов роскоши, драгоценностей, автомобиля и недвижимости. При этом у банкрота не имеют права изъять единственное жилье или земельный участок, на котором оно расположено, личные вещи, продукты, скоты постройки, в которых они содержатся, выигрыши в лотереях и денежные средства до 25 тысяч рублей. Перспектива не выплачивать огромные долги банку лишь на первый взгляд кажется привлекательной. Лже-банкротам грозит до 6 лет тюрьмы. Газета «Вакансии» Барнаул выставлена на продажу. Причина – некому занять вакансию ушедшего в отпуск главного редактора. Проблемы кадровых вопросов в городах и районах края сегодня будут обсуждать в Барнауле. С начала года в центры занятости обратилось 70 тысяч человек. Это официальные данные, но, как правило, реальное число соискателей гораздо выше. По информации Краевого управления по труду, с начала года организации регионов в связи с кризисом высвободили на рынок труда около 7 тысяч человек. В то же время официально зарегистрированный уровень безработицы в крае снижается. Сегодня он составляет менее 2% от числа экономически активного населения. С 1 октября полис ОСАГО можно оформить через интернет. Ранее таким способом договор только продляли. В Госдуме решили помочь автомобилистам избежать поездок в соседние регионы для оформления документов в главных офисах страховых компаний, как требовалось ранее при наступлении страхового случая. Теперь владельцу авто нужно зайти на сайт компании и ввести свои данные в специальную форму. Причем на некоторых достаточно выбрать вариант с автоматическим вводом, указать номер предыдущего полиса и серию паспорта. А с 1 января 2016 года полис ОСАГО через интернет можно будет оформить и на автомобили, принадлежащие юридическим лицам. 2,5 тысячи алтайских новобранцев пополнят РИД-армии. В России сегодня стартует осенняя призывная окопания. Служить наши ребята будут во всех родах войск, большая часть в сухопутных. В элитный президентский полк уже подготовили 15 ребят. Сейчас они и их ближайшие родственники проходят проверку в спецподразделениях. Заявление на альтернативную службу подали 12 человек. Почти все будут отдавать долг родине в нашем регионе. И лишь двое за его пределами. Сказать о том, что в очереди стоят, ну, не скажешь, но практически все стремятся. Я хочу служить, заявляют, я хочу служить. Такая тенденция вот наметилась в последние годы. Чем этот осенний призыв будет отличаться от предыдущих, мы расскажем в вечерних эфирах наших новостей. Ну, а пока продолжаем. В Россию возвращается знак качества. Чтобы разделить продукцию огромного количества производителей на хорошую и плохую, с сегодняшнего дня Роскачество получило исключительное право маркировать первоклассные товары отечественного производства. Знак будет присваиваться в том числе иностранным производителям, которые работают в России. Но маркировать планируются только те, что соответствуют мировым стандартам. На конечную цену продукта знак не повлияет, так как это не потребует дополнительных затрат. Основная цель в том, чтобы покупатель, как это было в советское время, был твердо уверен, что товар соответствует определенным параметрам. Кстати, в Алтайском крае есть свой знак качества. Называется «Золотой Алтай». Им маркируют как продукты питания, так и промышленные товары. Ну, а вообще, пейте, дети, молоко. Депутат Государственной, совершенно верно. Так считает депутат Государственной Думы от Алтайского края Николай Герасименко. Он предложил ограничить рекламу вредной еды, продуктов с высоким содержанием сахара, соли и жиров. Как пояснил нам сам Герасименко, речь идет о различных напитках, чипсах, некоторых сладких лакомствах и другом. Все это, как минимум, вызывает ожирение, как максимум, может привести к более серьезным последствиям. Реклама такой неполезной еды, как предполагает законопроект, не должна обращаться к детям, а также показывать, что успеха можно достичь, только употребляя эти продукты. Кроме того, предполагается запретить демонстрацию рекламы днем, а также ее размещение рядом с учреждениями здравоохранения, культуры, образования и спорта. Законопроект уже внесен в парламент и предположительно будет рассмотрен на сессии Госдумы в декабре. За рубежом пошли еще дальше, на эти вредные продукты вводится еще налог примерно 10%, что продукты эти стоили дороже, то есть их меньше бы покупали. Посмотрите, что творится с рекламой этих продуктов. Это обман покупателей, с каких пор атлеты едят колбасу. Новые деревья и кустарники высадят в Барнауле. Сегодня в столице края стартует традиционный месячник санитарной очистки. В октябре запланировано провести более 40 экологических акций, навести порядок в Мизюлинской роще, обустроить аллею к 25-летию индустриального района, очистить от мусора микрорайон Новосиликатный и поселок Новомикайловка. Каждый четверг в октябре будет чистым, все желающие могут подключиться и убрать свои дворы и улицы. В планах городских властей также ликвидировать несанкционированные свалки. Но, кстати, жители могут сообщать об их появлении на зеленую линию. Телефоны сейчас появятся на ваших экранах. И сегодня же по всей стране будет дан старт традиционному всероссийскому месячнику пожилого человека. Сотрудники краевой соцзащиты совместно с волонтерами запланировали ряд мероприятий сразу в нескольких районах региона. Откроется месячник праздничным концертом в Барнаульском дворце культуры Октябрьский. Нам года не беда, а лишь к мудрости ступенька. Весь месяц для пожилых будет действовать специальная цена в театр музыкальной комедии всего 100 рублей. Ряд частных компаний Барнаула объявили о существенных скидках на обувь, услуги парикмахеров и ремонтных мастерских. В Рубцовском районе проведут акцию «Ветеран живет рядом», в Калманском зима не за горами, а зайти в гости к бабушке приглашают в Первомайском районе. В крае, по данным пенсионного фонда, более 700 тысяч людей преклонного возраста. Многие из них ведут активный образ жизни и признаются, только уйдя на заслуженный отдых, могут по-настоящему ею насладиться. Вот уж точно возраст не показатель. Жизнь принадлежит тем, кто им ей рад. Это все новости к утреннему часу 659-129. Ждем ваших звонков. Хорошего дня и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова